итак давайте ребят начнем всем привет добро пожаловать напишите как слышно как видно если все нормально вперед solar проверь состояние хотя стоп его вроде нет пока что надеюсь он тут так на чем остановились вчера выполнили последние сайды и все мы готовы идти по сюжету для начала давайте сдадим сайды возьмем деньги и погнали и сюжету нам нужно к розамбергу рейзер нужно без капса господи мы действительно давненько не сдавали сайды так у нас есть квест с руководством для гурманов но это на третий день будем делать когда будет готово нужное блюдо ну все ребят погнали к розамбергу ну кстати да вот талар ты где мы к розамбергу идем мы ждали тебя я надеюсь на запись кстати ясов что-то опаздывает мы тебя тоже ждали и по моему еще кто-то опаздывает короче ты кто-то там тоже еще опаздываешь нехорошо или наверно это группа звучало сорян если что хотя ладно а нуар вот точно 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 что и транспортное средство мистер большое вам спасибо правда нанток а сатте на курини маниа сераре солдис похоже что теперь мы действительно успеем к послезавтрашнему выступлению понятно ребята это из арк-н-сель ой богиня ваша театральная трупа каждый раз слишком много требует а вот мотану чё сына рама дашь му аната на бутай сучина хочу мады настраивать автоматоном это одно но вы также еще заказывайте новые декорации для сцены а что ты мады у меня нет столько свободного времени но мне действительно очень жаль конце концов у или сан и в директора театра очень большие требований а на юношка кима де цикла хочу соседей тараке машта и в конечном итоге пришлось заказать дополнительное устройство если богиня мы желает чтобы наши технологии были так использованы но ладно я не против отдавать их вам вы использовали их на сцене во имя ее воли во имя воли богиня тебя да кстати говоря мистер как я уже говорил неоднократно я бы хотел бы пригласить вас снова на спектакль арк-н-селец москва россии не но то бы тайсотчо текущие это дайте рваке десси конце концов вы предоставляете нам действительно всегда замечательные декорации и автоматонов мне достаточно лишь вашей меры шайсон машину нас к ой таки да и вообще я занят то сию однако я принимаю ваш жест доброй воли хотя бы на по ваше чувство я так и думал что в итоге он так отъедет хотя я бы действительно хотел чтобы он пришел и посмотрел как мы используем его декорации на сцене а вы спецотдел поддержки если я правильно помню а вы инженер из арк-н-селец не так и вот и сочи у танта стиле айнс с да хайнс я отвечаю за декорации на сцене и так далее разрушива шоу да и массы майстер никого я деска однако необычное место для встречи у вас встреча с мистером и как что-то суда ну да есть кое-что о чем мы хотели бы поговорить с ним а вы приехали забрать и декорации для сцены да я попросил настроить автоматоны а также создать новые декорации это случилось довольно внезапно из-за безрассудного безумного прямо графика потому что мы действительно должны успеть к обновленному спектаклю во что бы то ни стало но к сожалению но к счастью он действительно смог успеть вовремя все сделать да уж мы все из трупы действительно очень благодарна мистеру а не кстати да первое обновленное представление аркэнсель наконец-то покажут послезавтра да поэтому или асан и все остальные прямо сейчас горят как никогда ярко и я как человек что отвечает за сцену сказать тоже горю всем этим сады ска понятно сазок аси сега и буты или нарису да не да похоже это будет отличное выступать опа я не могу больше тут время ты терять мне нужно как можно скорее вернуться обратно ну дамы и господа на этом я вас оставлю пожалуйста заходите к нам в театре театр еще да конечно будьте осторожны да мы конечно слышали что он работает над декорациями для аркэнсель а смотришь на это место с такой стороны трудно поверить это студия может быть как-то связана этим сомнительным обществом действительно Ну, в любом случае. Теперь мы знаем, что он точно дома. Давайте посмотрим, удастся ли нам. Все-таки поговорить с ним. И убедить его рассказать нам про движение. Движение. Про следующий ход общества. Да и в целом, что они замышляют. Да. Ну что ж, полагаю, прямо сейчас мы лезем прямо в гнездо Тигра. Ну, можно и так сказать. Так. После того, как вы посетите студию, вы не сможете в этот игровой день посетить другие места за пределами Кроссбелла. А, ну, собственно, ребят, понятно. Ну, ребят, мы вроде закончили все. Собрали все. До вилдин. Так что... Погнали в студию. Ллойд воспользовался железным... Как это называется? Пигней, которой, собственно, бьешь в ворота. Прошу прощения. Полиция Кроссбелла. Спецотдел поддержки. Мистер Розенберг. Вы здесь? Да я слышу, не надо так орать. И видно, что вы пришли ко мне, потому что у вас есть какие-то вопросы. У меня мало времени. Но если быстро, я готов выслушать вас. Милашка! Кукла Розенберга? Мне кажется, это автоматон. Позвольте этой малышке провести вас внутрь. И воздержитесь от того, чтобы заходить в ненужные места. Хорошо? С-сасыга не шабели ва шинайми митайда на. Ну, полагаю, говорить она не умеет, да? Однако она действительно не похожа на какой-либо механизм, что я видел до сих пор. Значит, это вы приведете нас к вашему хозяину, да? Ребята, а можно и мне такую? Розенберг, сколько они стоят? Ну что, пошли? Да. Не стоит заставлять его ждать. Ураборос. Ураборос. Я думаю, что это не знаменитый противник. Ураборос. Интересно, что это за невероятный враг? Оно умеет кусаться? Хоть он сказал нам не заходить куда не следует. Мы же не можем не изучить тут все. Правда, тут реально ничего. Маузыка. До новых встреч. Так, и таким образом Ллойд и остальные попали к Розенбергу, благодаря тому, что им показывал путь автоматон. Их привели в уголок лабиринта, что находится под студией. Это место невероятно. Ой, ребят, посмотрите, что там на полу. Так, стоп, а он что тут делает? Может быть, это гигантский гигантский архаизм, о котором вы говорили. А, Рен использовала его и назвала Паттер Маттер. А значит, он хранится здесь. Но это не так, что в этом доме есть такое место. Да, но я никогда себе не представлял, что в подвале этого места есть подобное помещение. А вон там находится кто-то похожее на терминал для доступа к Warbell CD. Неужели кошечка проникала в сеть именно отсюда? Ну и, чего вы хотели? Ну, спасибо за то, что вы разрешили нам встретиться с вами. На самом деле, у нас есть несколько вопросов к вам. Хм. Полагаю, что Кампанелла виноват во всем этом, да? А, дедушка, а ты... Не поймите меня неправильно. Это правда, что я связан с обществом, но я всего лишь мастер по изготовлению кукол. Я не принимаю непосредственное участие в планировании деятельности самого общества. Ну, тогда... Вы не знаете, что задумал мальчик по имени Кампанелла? Не знаю. И я так же не нахожусь в положении, чтобы знать это. Но... Он не человек. Легион. Однако... Он... Не является апостолом, а легионом. Или же, как мы привыкли их переводить, энфорсерами. Хотя странно, почему решили тут их легионами называть. Он не находится в том положении, чтобы предлагать свой план, обществу которого они будут придерживаться. Те, кто действительно планирует дальнейшие действия общества, это апостолы. Так, стоп. Подождите. Так, стоп. Подождите. Так, как-то вы все так быстро рассказываете, что я не успеваю следить. Это очень важная информация, но если вы просто говорите, то есть это очень важная внутренняя информация. Вы уверены, что так легко можете ее нам рассказывать? Хех. Хех. Мне не запрещено это делать. Хех. Мне не запрещено это делать. И, скорее всего, давно многие люди знают. Если курицы и гильды, то это будет так давно не было. Совершенно точно можно сказать, что эта информация есть у церкви, гилдии и спецслужб крупных держав. И, несмотря на это, вы все равно можете продолжать здесь делать кукол. Ну, во-первых, как я уже сказал, я не в состоянии знать обо всех внутренних делах общества. Например, Орбал Маппет. Но, даже если курицы и гильдии, то есть это очень важная информация. Вот, например, возьмите Орбал Маппет. Ну, или другой перевод архаизмы. Например, они были разработаны благодаря технологиям нескольких других мастерских. То есть, другими словами, моя студия является лишь одним хвостом огромного змея. Хотя, стоп, у Робороса разве не один должен быть только... Ну, ладно, это мелочь. Вероятно. Это одна из причин, почему гилдия и церковь не так легко идут на контакт со мной и не ступают на это место. Понятно. И вместо того, чтобы... А, нет. Скорее всего, вместо того, чтобы вас просто повязать, они решили оставить вас в покое для того, чтобы вы через вас смогли вытащить необходимую информацию настолько, насколько возможно. То есть, другими словами, вы так будете приносить всем больше пользы. Верно. В дополнение к этому, данная студия оборудована как раз-таки для таких событий. Если вы придете сюда с ордером на арест... То единственное, что вы тут найдете, это пустую студию без ничего. Включая, конечно же, патер-матер. Хм. Что-то, если вы хотите, можете взять меня под стражу прямо сейчас. Что скажете? Это может быть уникальной возможностью для вас. Единственной причем... Нет. Нет. Я воздержусь от этого. Точно, что вы. Вы, конечно, только рассказали. Лоид. Че... 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 Так, подождите, что-то я как-то не уверена. Че... 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 Разумное решение. Че... Че... Итак, то что я хочу услышать от мистера, это так, в смысле, эй, мне самому придется выбирать. Так, ну ладно, ребят, давайте решать вместе. Первый. Спросить об апостолах общества. Второе. Спросить о плане общества. И третье. Спросить о взаимоотношениях между обществом и культом. Не, ну как бы тут у нас как раз три вопроса, так что по идее мы пройдемся по всем троим, верно? Если не появятся другие. Ну, я думаю, не появятся. Так что типа, ну как бы. Три вопроса? Ну да, три. Буду надеяться. Там посмотрим, ребят. Идем по списку. Апостолы. А вот удали еще английский термин. Семь исполнителей, руководителей, которые по приказу великой грандмастер будут приводить планы в исполнение. Ну, ребят, в оригинальном тексте не уточняется пол грандмастера. Просто мне надо это сделать. Потому что, во-первых, мы знаем, что это же девушка. Ну, вроде, судя по голосу. Во-вторых, как бы, да. Если назовем ее он, как-то странно. Или оно. Так, вернемся к тексту. Я, конечно, мало что знаю об их истинных, истинных личностях. Однако, я не сомневаюсь в том, что в ближайшем будущем Кроссбелл посетят апостола. Что... То есть, что это вообще за люди такие? Хм. Один из них, шестой апостол. Это человек, что отвечает за техническую сеть организации 13 фабрик. Он величайший теоретик в обществе. И довольно скупой инженер. Ну, скажем так, на самом деле, он тот еще засранец. Ого, да. Но даже если вы так будете выражаться... А, насколько он засранец? А, насколько он засранец? Худшему или к лучшему исходу для всех остальных, он человек, который будет заботиться только о том, чтобы удовлетворить собственное интеллектуальное любопытство. Я не знаю, чего он лично добивался, приходя сюда. Но это точно не сулит ничего хорошего. По крайней мере, для Кроссбелла. Классика, ребят. Да, судя по тому, что мы слышали о нем, он действительно кажется крепким орешком. И есть еще один человек. Так. 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 Есть информация, что седьмой апостол, которая известна под именем Кагана, что переводится как Сталь. То есть Стальная Дева, вспоминая, как ее обзывали в английской локализации, уже находится на территории Кроссбелла. Стальная Дева. В оригинале просто Стальная. Почему-то это звучит как-то опасно. Да, это довольно загадочная фигура. Ребят, знаете, с чем связано, скорее всего, то, что в оригинале не называть ее просто Стальной. Потому что тут не уточняется Пол. Это она или он. И наши герои не знают, это она или он. Остальная Дева сразу становится понятно, кто это. Так что, по сути, английская версия спойлерит сразу. Хотя мы уже ее видели, но тем не менее. Так что, в этом смысл, скорее всего. Так, вернемся к тексту. Если что, я и могу сказать о ней. Так это то, что она настолько хороша, что даже если бы вы все вместе бросили бы ей вызов, вы бы были для нее не соперники. Все мы? А вы не слишком уверены? А, вы не слишком самоуверены? Просто воспринимаете это как предупреждение, совет. Ну, в отличие от шестого апостола, насколько я слышал, она человек чести и добродетельности. Если вы бросите ей серьезный вызов, она примет его тоже со всей серьезностью. А, ну, ребят, ну да. Где же самые три вопроса? Причем, вот, мы спросили про первый, он не исчез. То есть, мы можем три раза про первый спросить, и типа, все? Бред. Ладно, второй. Хотя, может, там другая информация? Да, да. Ну, как я уже сказал ранее, даже я не знаю подробностей. Ну, спросили про план, если что. Однако, согласно тому, что я слышал, они называют его План Призрачного Пламени. Призрачное Пламя. Ребят, мы вроде так его переводили. Постоянно забывай, как мы точно его переводим. Фантомное Пламя или Призрачное? Хм. Они действительно очень интересное имя выбрали. Посмотрим вам. Планируют ли они в рамках этого плана устраивать что-то масштабное, как случилось в Либерн год назад, во время аномалии? Если это так, то мы ни за что не можем им позволить это сделать. Но, опять же, повторюсь, подробностей я не знаю. Если я что-то могу сказать, так это то, что вмешательство общества не будет настолько же масштабное, как в случае с Либерлом. А, ладно, не все так плохо. Прежде всего, стоит сказать, что общество это все-таки организация, что скрывается в тени. И нечастно появляется на публике. Почему-то я все равно не чувствую себя особо в безопасности. На самом деле, уже только название этой организации заставляет людей волноваться больше, чем нужно. Так, ну, собственно, спросим про связь с ультом. Ульт-Ди-Ди-Ди. Насколько мне известно, прямой связи между ними никогда не было. В том числе, потому что общество разрушило ложу этого культа, где находилась Рен в свое время. Что? Вы имеете в виду место под названием Рай? По всей видимости, это было место, куда съезжались влиятельные люди из разных уголков континента. Рай? Я не знаю, это было для того, чтобы не было снижения. Я не знаю, Скорее всего, в итоге они были уничтожены, потому что они стали нацеливаться на влиятельных людей, которые поддерживали общество. А насчет Рены я могу сказать только то, что ей действительно очень повезло по счастливой случайности что она выжила. тем не менее, я не думаю, что общество можно похвалить за такое. честно говоря, надеюсь, что это не все объяснения. Как я уже сказал вам ранее, я мало что знаю. а как бы это воспринимать, решать вам. А, типа все реально. Ну, ребят, то есть получается, что в итоге спасение Рены это было реально случайностью. То есть они уничтожили ложу, потому что кто-то нацелился на влиятельных людей, которые поддерживали общество. И так сказать, скорее всего, этого человека шантажировали. Поэтому их нужно было убрать. А если кто-то думал, что они туда пришли ради того, чтобы спасти бедных детей и так далее, вы поняли. Ну, собственно, это было три вопроса. Вы отняли ее. У меня и так много времени. Так что пришло время вам уйти. Да, но Лойд-сан. Таков был уговор. Ну что ж, ладно. Думаю, на этом действительно пора идти. если вы не возражаете, я бы хотел с вами еще по возможности в будущем поговорить. Ну, если будет настроение, если будет если будет настроение, разве не существует множество других сил, которых следует опасаться связи со всей этой независимостью. То есть, ну, он дело говорит. Кажется, знаете все о передвижениях этих сил, не так ли? кто знает. А теперь следуйте за ней на выход. Если вы попытаетесь забрести куда-то не туда, за вашу безопасность, не ручаюсь. Я понял, понял. Так, ладно, ребят, разговор с ним, конечно, получился очень интересным. Но дед, конечно, скуп на информацию. Ему только куклы важны свои. Реальные люди не нужны. Не, слушайте, ну, с такими куклами, конечно, я бы, наверное, тоже забил бы на реальный мир. Как бы сказать, это было похоже на сон. план призрачного пламени и два апостола, которые, по слухам, собираются посетить Кроссбелл. Или уже тут. честно говоря, это прозвучало так нереалистично, что тяжело поверить. Насколько это действительно может соответствовать действительности? Ну, исходя из их поведения в Либер, мы не можем воспринимать их легкомысленно. Но, в отличие от происшествия в Либер, не похоже, что в Кроссбелле будет что-то настолько же масштабное. Ребята, вы в это верите? Я нет. Хотя, стоп, что-то масштабное со стороны общества не будет. А со стороны Империи и Колварда почему бы и нет? И там, может, сейчас еще кто-нибудь из культа окажется в живых. Хотя, вроде, не должны, но кто знает. Так, вернемся к тексту. Ну, я слышал, что в Либер там появился даже огромный летающий линкорд. Ну, и, похоже, они также там использовали этот гигантский архаизм Паттер Маттер. Ничего себе, сколько ты знаешь? Это же конфиденциальная информация первоследственного отдела. Только не говори мне, что ты услышал обо всем этом, работая хостес. Хостом. Просто. Ну, у меня есть свои источники. так. Неужели Эмма из первоследственного отдела как-то пошла на свидание с хостом или хост-клубе? Вполне возможно. Что с вами двумя? Не. Да, ну, немного. Тиоске тоже как-то другая решка. Я думаю, что Тиоске сможет намного лучше это объяснить, да? Да. Наверное. Но я думаю, что это такое, что я вам покажу, что я вам покажу, что я вам покажу, что я вам покажу. Я подумал, что, как и в случае с этой куклой, которая только что нас ввела... Мне почему-то подумалось, что общество любит больше поразвлекаться, поиздеваться, поиграть с кем-то, чем устроить что-то плохое, именно там, резню и так далее, имеется в виду. Развлечься? Да, ну типа у них есть более передовые технологии, чем у Фонда Эпиштейна и ЗСЕФ, но они их используют пустую, ради ничего, просто так. Вот, например, возьмем этого Паттерматор, чтобы создать человекоподобное оружие, что будет использоваться на практике, нужно использовать большое количество ресурсов, которые можно было бы легко пустить на 50 летающих кораблей. С-со-со-со-на-но-ка? Правда? Есть ли у них много денег? Или... Неужели они не обладают неограниченными финансами и ресурсами? Или же... Но это, верно, гунтай и ханзай, они, в основном, асо-со-со-со-со-со-со-со. Возможно. 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 Одни, хладнокровно, делают все, что возможно, стремясь к своей цели, не развлекаясь по пути, разбрасываясь ресурсами попусту. Возможно. Я тоже так подумал. Не важно, насколько у тебя передовые технологии, не важно, сколько у вас чудовищных людей. Егерские корпусы, подобно Красному Созвездию, или преступные синдикаты, вроде Хиюна, могут представлять собой более реальную угрозу. Я не думаю, что я не думаю, что я не думаю, что я не думаю о том, что может замышлять империя и республика. Понятно. То есть в настоящее время эти силы создают очень сложную конфликтную ситуацию. И самый важный вопрос на данный момент для нас. И вообще в целом, на что нацелились такие люди, как общество, придя в Кроссбелл, учитывая все, что происходит на фоне. Действительно. Похоже, что поддержка террористов была просто их прихотью. И судя по всему, они не принимают активного участия в реальной борьбе за власть. Если это так, не означает ли это, что они работают ради того, чтобы добиться какой-то нереалистичной, непрактичной цели? Ну, если это так, то мы действительно окажемся в очень затруднительном положении. Но, я уверен, что мы можем точно сказать, что они шаги. Что-то планируют сделать. В любом случае, давайте пока что вернемся в здание спецедела поддержки. Я бы хотел рассказать обо всем РФу, а также связаться с делами охраны и гилдии. Что-то, что мы можем сделать, это убедиться в том, что мы готовы ко всему. Да, я согласен. Ну что ж, ладно, возвращаемся в Кроссбелл-Сити. Возвращаемся. Фигуру дверей. Я даже не обращал внимания. Блин, что-то я хотел сказать важное, но забыл, что я. Вот насчет сюжета. Просто тут столько всего сейчас было, что, блин, уже это было. Ну, ладно. Может, вспомню потом. Ой, Вилдин, забей. В чем-то сюжет. Опа! Спасибо, конечно. Тяжел в курсе. Да уж, как и ожидалось. Возникли какие-то проблемы. Да, спецотдел поддержки, Ллойд Баннингс. А, Ллойд-сан. Ах, я наконец-то смогла связаться с вами. Франка. Хорошо поработала. Ты что, пыталась и ранее связаться с нами по Энигме? Да, но по какой-то причине я не могла дозвониться. Я попыталась позвонить и всем остальным тоже. Похоже, что под этой студией, в мастерской, есть устройство, которое блокирует Орбл-волны. Ой, прости, мы просто посещали довольно необычное место. Что случилось? Какой-то срочный запрос? Нет, нет. Нет, не совсем. На самом деле, полчаса назад на западной дороге Кроссбелла. Поезд сошел с рельсов. Серьезно? Да, второй следственный отдел уже выехал на место происшествия для осмотра расследований. Сила охраны уже в пути тоже. И я думаю, что вам, Ллойд, тоже стоит туда пойти. Я не думаю, что вам должен обязательно идти туда, Ллойд-сан. Не идти. Но, на всякий случай, я решила все-таки вам сообщить. Понятно. Спасибо, Фран. Если будут какие-то новые новости о будущем, сообщи. Поняла. Что-то случилось? Это Фран позвонила. А, да. Ллойд сообщил о поезде, что сошел с рельсов на западной дороге Кроссбелла. Что? Чего? Сошел с рельсов? Форбал-поезд, правда? Да. Сразу же Ника и Кейбитай, которые сейчас находятся в здании, я думаю, что я не знаю, но... Да. И она мне сказала, что к месту происшествия уже направился второй следственный отдел и сила охраны. Так что, думаю, мы можем предоставить это все им. Однако это вызывает беспокойство. Ага. В этом неприятном состоянии, когда тайминга не будет слишком много. Да. Как-то время слишком удачное. Что-то подобное случилось. Я почему-то сомневаюсь, что это несчастные случаи. Но, Хида-сан. Что будем делать? Мы можем предоставить отчет об имеющейся у нас информации насчет общества и позже. Я думаю, что сейчас нам стоит отправиться к месту происшествия. Это вполне может быть... Рук делаем... За этим вполне может стоять какой-нибудь Крептид. Или же какая-нибудь организация. Ну, по крайней мере, мы можем помочь с расследованием. Да. Ну, поспешим. Ну, тогда нам лучше взять машину. Не отправиться туда побыстрее. Отлично. Теперь, если подойдем к машине и воспользуемся ее, то там появится возможность отправиться в место инцидента. Или проезжать. Так. Давайте маленький перерыв. И погнали дальше. ПОДПИШИСЬ. 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 Продолжение следует...